При убое КРС провели ветеринарно-санитарную экспертизу. На одной из туш выявили признаки, характерные для сибирской язвы. К счастью, это легенда практической части учений по ликвидации очага сибирской язвы в Коэнды, что в Икивостузской сельской зоне. Это одно из хозяев селя Коэнды. Именно здесь провели учения как в теоретической, так и в практической части. Согласно сценарию, эта корова оказалась заражена сибирской язвой. Кровь не свертывается. Это первый признак сибирской язвы. Я прибыл в течение 35 минут в хозяйство. Сам лично убедился, что ветеринарный врач действительно правильно описал. Труп лежит на правом боку. Свертывания крови нет. Первым делом ветеринарная служба что делает? На анализ ветеринарную лабораторию отправляется ухо с той стороны, где животное лежит. Ветеринары выполнили все необходимые действия по отбору упаковки термочемодан для доставки пробиоматериала в лабораторию. Я моментально даю указание огородить, никого не впускать. Значит предупреждаю на ходу все службы МВД, МЧС, прокуратуру, комитет. Всех предупреждаю и начинается работа. Сам отправляю с нарочным, с нарочным отправляю в областную ветеринарную лабораторию. Мы это ухо должны доставить в более кратчайшее время. Теорию и практику прошли представители ДЧС. Профилактика сибирской язвы в Викибастурской сельской зоне проводится при помощи вакцинации и ветеринарного контроля. Заболела одна голова. В падеже одной головы подтверждение экспертизы, что есть наличие сибирской язвы. Все. Аким данного округа выносит решение о наложении карантинных мероприятий на хозяйство ОЛГА Хуиндинского сельского округа. И поэтапно пошли все мероприятия. Прямо на месте, где лежит животное, вдруг необходимо сжечь на месте. Далее получается, что это все в тенге остается. Если подтвердил действительно, что это сибирская язва, вот это место получается и тонируется, и тонируется по следующему. И накладывается поверх бетона, получается ограждение по 2 метра в длину. Соответственно, после того, как огородили, вывешивается табличка. Осторожно, сибирская язва. Эпизоэтическая ситуация в целом благополучная, но вероятность проникновения этого опасного заболевания остается. Споры сибирской язвы постоянно циркулируют, а в почве могут сохранять свою силу не один десяток лет. И проведение таких учений позволит держать в тонусе соответствующие службы. Мурат Белмажет и это Сахпарат. Продолжение следует...